ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ При обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных. В Ереване обрушилась часть Конской мечети. Конефа World Football Cup 2020 участники. Санкт-Петербургская мультимедийная выставка «Айвазовский» и «Рерих. Возрождающиеся холсты». Доктор Хачк Мурадян написал на своей странице в Facebook, что на прошлой неделе сильное землетрясение в районе Харберта разрушило часть арок армянской апостольской церкви Святого Саркиса, хотя церковь находилась в 75 милях от эпицентра землетрясения. Мурадян напомнил, что церковь десятилетиями разорвалась мародерами. Хачк Мурадян также отметил, что получил фотографии, отображающие нанесенной церкви ущерб от приятеля, который пожелал остаться неизвестным. Суровая зима в Западной Армении продолжает держать под контролем практически весь регион. Дороги к сотням населенных пунктов были закрыты. Только с помощью специального оборудования удалось провести уборку снега и обеспечить доступ к отдаленным деревням. В результате снежной бури в Бюракне один человек погиб, а дети в этом районе чудом избежали гибели из-за схода лавин. По сообщениям метеорологов, в ближайшие дни никаких существенных изменений не ожидается. По меньшей мере 200 единиц боевой техники турецкой армии, включая бронемашины и танки, пресекли в воскресенье границу Сирии. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Аль-Араби. По имеющимся данным, такое количество военного транспорта въехало на территорию Арабской Республики с утра нынешнего дня. Отмечается, что колонны техники идут в направлении провинций Идлиб и Алеппо. Также указывается, что командование турецких сил объявило военной зоной район автострады, соединяющей сирийские города Алеппо и Латакию. Несколько часов назад газета Ашарк Аль-Авсад сообщила, что границу через контрольно-пропускной пункт Кафр-Лусейн, расположенный на севере провинции Идлиб, пересекли не менее 40 бронемашин и танков турецкой армии. 28 января через тот же КПП на территорию Арабской Республики вторглась колонна в составе 30 военных транспортных средств, в том числе 12 бронированных машин, перевозящих материально-техническое оборудование. Согласно данным Аль-Араби, она направилась на юг Идлиба. По меньшей мере, четверо турецких военнослужащих погибли, 9 получили ранения в результате обстрела их позиций в провинции Идлиб. Об этом сообщил в понедельник телеканал НТВ со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции. По утверждениям Анкары, обстрел турецких военных проводился с сирийской армией в районе населенного пункта Серакиб, сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС. Как уточнили в военном ведомстве, состояние одного солдата оценивается как критическое. Турецкие военные сообщили в Минобороны, что открыли ответный огонь и уничтожили цели в провинции Идлиб. Дамаск пока официально не комментировал произошедшее. В Ереване частично обвалилась мечеть, расположенная в квартале Конд. 2 февраля в 16.18 в Центр 911 поступила информация о том, что обваливаются камни внешних стен Синей мечети, расположенной на улице Руставели в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. На место происшествия выехал отряд Центра реализации спасательных работ специального назначения Управления спасательных сил МЧС. Выяснилось, что обвалилась часть мечети, спасатели оцепили территорию. Представители Карпаталии и Конефа 2020 встретились с избирательной группой, поскольку они хотят и в этот раз выиграть чемпионат мира в Скопье, в столице Северной Македонии. Восточноевропейцы, также известные как Карпатские Русины и, по мнению некоторых самых молодых государств, в истории появившейся в группе B, в мае сыграют против Западной Армении, Тамил Элама и Кабилии. Утром 26 января в Джерси состоялась жеребьевка Кубка мира Конефа Спортбет Айо, в результате которой Джерси оказалась в группе А с Пинджабом, Курдистаном и Чагасом. Мапучи из Южной Америки будут конкурировать с Мадабиландом, Карновым и Первым народом Австралии. А в группу D войдут Южная Осетия, Каскаде, Корейцы Японии и Объединенный Дарфур. Конефа описывает себя как футбольную федерацию для всех ассоциаций вне FIFA. Событие 2020 года станет четвертым в своем роде. В 2018 году в Лондоне прошел третий чемпионат мира. Представитель острова Чагас Джимми Феррар отметил, что во всех группах сильные команды, но наши команды определенно самые сильные. Ребята уже называют нас группой смерти. Отметим, что чемпионат мира по футболу Конефа 2020 пройдет в Северной Македонии с 30 мая по 7 июня. Напомним также, что с 1917 года, 29 декабря, после прекращения огня между Турцией и Россией, в РТНК, в Западной Армении указом Турецкой Армении, принятым Советской Россией, было признано право армян в Турции и в Западной Армении на самоопределение вплоть до полной независимости. 19 января 1920 года во время Парижской Ассамблеи Верховный Совет Союзников де-факто приступил к формированию государства-правительства Западной Армении под руководством президента Погоса Нубара Паши. 11 мая 1920 года во время конференции в Сан-Реме уже до юра была признана независимым и суверенным государством. Западная Армения является одним из воюющих государств Первой мировой войны. Он сформировал Восточный легион с Франции 15 ноября 1916 года с участием армянских добровольцев, а 1 февраля 1919 года Армянский легион сформировал ядро будущей армянской национальной армии в Килики, которая была поддержана и затем оставлена Францией. Турция признала Западную Армению, подписав Северский мирный договор 10 августа 1920 года, а затем конфисковала ее территорию. 22 ноября 1920 года президент США Будро Гульсон своим арбитражным решением начертил границу Западной Армении и Турции, включив Западную Армению в провинции Бетлис, Ван-Эрзрум и Трабзон, но оно не было признано Лигой, Нацией и ООН, так как оно было конфисковано Турцией. Следует напомнить, что с 1894 по 1923 годы армянское население оккупированных территорий Западной Армении подверглось геноциду со стороны трех правительств Турции. Оккупант Турции стала членом Лиги наций 18 июля 1932 года. Карин Эрзрум является официальной столицей Западной Армении, признанной союзными державами в 1920 году. Права меньшинств полностью признаны государством Западной Армении в соответствии со статьей 93-й Северского мирного договора. Люмьер Холл представляет мультимедийный проект, посвященный живописному наследию Ивана Айвазовского и Николая Рериха. Ощутить себя частью известных картин и проследить задвижением кисти художников позволяют мощные современные технологии. Познакомиться с самыми разными состояниями моря от полного штиля до шторма, сравнимым с концом света и необыкновенными горами от Алтая до Индии, жителям Петербурга предлагает в креативном пространстве Люмьер Холл, где проходят мультимедийные выставки Айвазовского и Рериха. Они отличаются от предыдущих подобных проектов как визуальным наполнением, так и техническим оснащением. Анимация картин выведена на совершенно новый уровень. Динамичный видеоряд, 30 проекторов высокого разрешения и объемный звук позволяют зрителям оказаться внутри работ художников, вдохнуть соленый морской воздух или прочувствовать горный ветер. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Саака Саакеона. Саака Саакеона. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...